Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как только подсохло, дорога опять накатана, куча мусора. Острая экологическая проблема. Стихийные свалки ликвидируют, но народная тропа к ним не зарастает, что изменит новое законодательство. Заболеть? Ну, это... Надо будет идти. Лучше доктор в школе будет. Поболит и не перестанет. Почему в школьной медицине требуется перезагрузка? Великая победа, победа общая. На каких языках оренбуржцы читают о войне и что осталось за кулисами проекта, читаем и чтим. Ну, неделю-два-три раза я тут вот позанимаюсь. Писатель, спортсмен и активист. 90-летний юбилей отмечает герой соцтрута Георгий Мухунов. И людям трудно объяснить, что они живут в СНТ. Долги за свет и разбитые дороги. Как решаются дачные проблемы в Оренбуржье? Чем запомнились минувшие 7 дней события в областном центре и районах области? В эту субботу в Оренбургском районе в 20 километрах от села Паника произошла авария на нефтепроводе. Из-за этого в воздухе появился сильный запах сероводорода. Северный ветер направил его в сторону областного центра. Основной удар неприятного запаха приняли поселки Экадолия, Ростыши и Ивановка. Запах отвратительный был. Можно было задохнуться. Мы думали сначала газом пахнет. Я на почте работаю, почувствовала запах. Позвонила свекровь. Спросила, сколько обед у детей. Забрали детей из сада. Как раз с внуками вышли на улице вообще дышать невозможно было. Потом дома было. На улице мы зашли, сперва перепугались. Потом жена зашла, уже внутри дома. Она оседает же в дом. Было, конечно, очень. Я позвонить знал, куда позвонить. В администрации Ивановского сельсовета рассказали. Первые жалобы начали поступать около 11 утра. Людей сразу проинформировали с помощью смс-сообщений и громкоговорителей, чтобы жители не выходили на улицы. Родителям пришлось срочно забрать детей из детских садов и школ. Специалисты региональной экологической службы выехали на место. Сделали замеры загрязнения воздуха. В течение часа источник неприятного запаха установили. На место аварии также выехал и губернатор области Юрий Берг. Работали все оперативные службы. В региональном управлении МЧС состоял заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ситуация абсолютно контролируемая. Пострадавших нет. Все службы работают в штатном режиме. Вся необходимая работа ведется. 12.20 аварийный участок осечен. Выброс газа прекратился. Экологические службы Оренбургской области проведены замеры предельно допустимой концентрации в районе села Ивановка. Превышение ПДК не зафиксировано. У нас сильный порывистый ветер. И он развеял все поры серого водорода. Прорыв на промысловом трубопроводе специалисты ликвидировали в течение часа с момента утечки. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На момент выхода материала в эфир превышение ПДК в воздухе вблизи села Оренбургского района не обнаружено. Оксана Боричева, Диляра Абусева, Ольга Энгельс, Владислав Горбунов и Роман Боричев. Итоги недели. Неожиданная развязка по резонансному делу. Снос обкомовской дачи в Оренбурге стал одной из самых обсуждаемых тем в последних дней. Здание советских лет постройки на берегу Урала за много лет стало для оренбуржцев знаковой достопримечательностью. А 22 февраля почти рухнуло за минуты. В отношении компании, которая начала демонтаж старинного особняка, возбудили административное дело. На этой неделе Ленинский районный суд начал его рассмотрение. Компании статус по вменяемой статье грозил штраф до 5 миллионов рублей. Напомним, фирма 22 февраля начала снос здания. Министерство культуры настаивало, что оно находится в охраняемой зоне объекта культурного наследия федерального значения. И компания не получала разрешения для проведения работ. Представители статуса напротив уверяли, действовали в рамках закона. 2014-го они являются собственниками земли и, по их мнению, могли проводить работы. Представители компании отрицали, что во время сноса были уничтожены уникальные породы деревьев, имеющих возраст более сотни лет. Мы считаем, что снос зеленых насаждений не подтвержден, потому что в акте о сносе зеленых насаждений ничего не сказано. Те фотографии, которые имеются и приложены к протоколу по привлечению к административной ответственности, они не могут служить доказательством, потому что непонятно, когда они были сделаны, кем они были сделаны. Решением Ленинского районного суда административное дело в понедельник было прекращено за недоказанностью. Однако это решение намерено обжаловать региональное министерство культуры. Госорган ставит в приоритет сохранение исторического наследия Оренбуржья и будет продолжать отстаивать соблюдение законных требований в сфере охраны памятников истории и культуры. Тревогу бьют в эти дни и в еще одном ведомстве. На этот раз ресурсоснабжающим. Долги за электроэнергию уже поставили под угрозу работу некоторых предприятий области. Новотроицкой городской транспортной компании ограничено электроснабжение административно-хозяйственных помещений предприятия. Дебиторская задолженность здесь более 13 миллионов рублей. Если в течение месяца компания не начнет погашать долги, отключения распространятся и на трамвайные линии. Без света могут остаться и многие садоводы. Почти 40 миллионов рублей. Таков общий долг садовых товариществ за электроэнергию. Сети подчас попросту не выдерживают нагрузку. На дачах круглый год проживает и отапливает свои дома электричеством. Почти 4 тысячи оренбуржцев. И, к сожалению, риск остаться без света – не последняя проблема, с которой вынуждены столкнуться с приходом теплых дней оренбургские садоводы. Деляра Абусева продолжит. После зимнего перерыва 500-тысячная армия садоводов вышла на садовые участки. Светлана Горенова открыла дачный сезон неделю назад. В этом году мы перезимовали даже очень неплохо. Ну, сейчас вот прибираемся, обрезку делаем, сжигаем все, мусор весь. Сейчас вот весь лишний соберем. Говорю, как вот сказала Екатерина Степановна, председатель, у нас приедет машина-мусорка, мы все это загрузим и все это увезется. В прошлом году работы было больше, рассказывает женщина. Зимой злоумышленники в дачном домике Светланы разбили все стекла, вышибли дверь и повалили забор. Они же вынесли всю мебель и посуду. Выйти на след воров не удалось. Теперь семья Гореновых стала заколачивать двери на зиму. Проблема безопасности на дачных участках позднюю осенью и зимой стоит остро. С наступлением холодов за городом наступает настоящее беззаконие. Воры орудуют, как полноправные хозяева. Это подтверждает статистика. Так, за прошлый год в Оренбурге, Оренбургском районе, злоумышленники ограбили 155 дачных домиков, констатируют правоохранители. За последние три месяца зарегистрировано 14 подобных случаев. Война с дачными злоумышленниками идет круглый год. Сотрудники полиции выезжают в рейды, в том числе и в ночное время. Поймать за руку вора не всегда удается. Чтобы с наступлением жарких дней не подсчитывать убытки, правоохранители советуют на зиму вывозить с дачных участков все ценные вещи. Незваные гости – это не единственная проблема, с которой столкнулись оренбургские дачники. Засыпать все ямы и пройти проезжую часть грейдера. Проблема дорог стоит остро не только в городах. Центральную улицу в дачном массиве Ростоши-1 восстанавливают два раза в год – весной и осенью. Но ремонта надолго не хватает. Дожди размывают полотно. Речь об асфальте не идет, потому что дорога бесхозная. Вы знаете, чтобы асфальт, мы хотим, чтобы дорогу у нас поставили на кадастровый учет. Мы обращались, чтобы нам поставили знаки движения, правила уличного, ограничения скорости. Но не можем, потому что дорога у нас не стоит на кадастровом учете. Она, собственно говоря, вот эта дорога вся бесхозная. Чтобы поставить эту дорогу на кадастровый учет, необходимо разрешение администрации. Дачники не раз обращались в мэрию, но пока без результатов. Поэтому приходится прокладывать дорогу к участкам на собственные средства. Ежегодно садоводы этого СНТ за ремонт дороги платят по 300 рублей. Сумма незначительная, но этого недостаточно, чтобы качество полотна было иным. Простая математика – 2500 дачников по 300 рублей. Общая сумма – 750 тысяч. А сдают деньги не все. Поэтому и эта улица в СНТ жилой массив едва не осталась без асфальтового покрытия. Не было согласованности между председателями. Но, как вы видите, переломленность ситуации уже и дорога прекрасная. Асфальт мы сохранили. И ответственность у председателей, кроме одного председателя. У нас есть председатель вот тут, вот соседнее общество «Лотос». Мы никак не можем убедить этого человека, что дорога нужна. Это хотя бы для того, чтобы специализированная техника по ней могла круглогодично ездить. Хорошая дорога нужна и для обеспечения проезда пассажирских автобусов, которые уже с этой субботы доставляют садоводов к заветным шестисоткам. В течение месяца в мэрии проходил открытый аукцион на оказание услуг перевозок оренбургцев до дачных и садоводческих массивов. Желание принять участие в конкурсе высказалось только одно предприятие – оренбургские пассажирские перевозки. Между администрацией и перевозчиком подписан контракт на этот год. Так же, как и ранее, в ранних периодах садоводческие маршруты будут обслуживаться каждый день, кроме понедельника и четверга. На садоводческих маршрутах будет применяться действующий городской тариф 17 рублей. Также льготные категории граждан могут воспользоваться своим правом социальной транспортной картой. В дачный сезон нагрузка на транспортную сеть возрастает в разы. И с каждым годом количество маршрутов увеличивается. Для работы на 41 дачном направлении задействовано до 87 автобусов. В Орске садоводы будут добираться до дачных участков на 9 маршрутах. Их запустили 26 апреля. На западе области в Бузулуке расписание садоводческих маршрутов пока не знают. Известно, что до участков будут ездить 3 автобуса. Предстоящий дачный сезон для большинства садоводов может быть омрачен. Причина – большие долги за электроэнергию. Садовое общество Оренбурга и Оренбургского района задолжали в энергосбыт более 38 миллионов рублей. Среди злостных неплательщиков СНТ Карачи. Если в 2017-м товарищество не оплатило счета на сумму более 5 миллионов рублей, то в этом году задолженность уже выросла в два раза. Садовое общество «Энергостроитель» копит долги с 2012-го. За это время набралась приличная сумма – 7 миллионов рублей. При этом количество проживающих на дачах растет. Вместе с этим увеличивается и потребление электроэнергии. Нагрузка на изношенные за 40 лет сети увеличивается в разы. Но проводить модернизацию оборудования компании-поставщику просто не на что. В сетях идут потери. И люди не понимают, имея эти прямые договоры, за что они должны еще платить. Хотя у них, у каждого есть индивидуальный прибор учета, и оплачивается электроэнергия по прибору учета. В начале апреля компания направила письма с уведомлениями о долгах в адресы доводческих товарищей, прокуратуры и органов исполнительной власти. Выполнив свои договоренности, получили на счету дебиторскую задолженность в размере 38 миллионов. Но мы не спонсорская организация, бесплатно поставлять электроэнергию мы не можем. Соответственно, мы их предупредили официально, что мы начинаем процедуру по закону Российской Федерации ввод ограничений злостных садовых товариществ, которые не платят уже годами. В случае неоплаты у дачников могут возникнуть серьезные проблемы. Садовые товарищества будут полностью ограничены в энергоснабжении. Пока вопрос решают судебные приставы. Ведомство с помощью своих ресурсов пытается добиться оплаты по счетам. Пока ни один рубль многомиллионного долга не выплачен. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Судьба должников будет известна в ближайшее время. Для Рабусь, Ванов, Тюрина, Константин Воробьев, Георгий Бурлутский и Игорь Бероев итоги недели. Это еще не вся картина событий минувшей недели. Продолжим обзор буквально через несколько секунд. И вот что ждет вас далее. Как только подсохло, дорога опять накатана, куча мусора. Острая экологическая проблема. Стихийные свалки ликвидирует, но народная тропа к ним не зарастает, что изменит новое законодательство. Поболит и не перестанет. Почему в школьной медицине требуется перезагрузка? Писатель, спортсмен и активист. 90-летний юбилей отмечает герой соцтруда Георгий Мухунов. Великая победа, победа общая. На каких языках оренбуржцы читают о войне и что осталось за кулисами проекта, читаем и чтим. От агронома до первого заместителя председателя исполкома Оренбургского областного совета. 90-летний юбилей на этой неделе отпраздновал наш земляк Георгий Мухунов. Героем социалистического труда он стал в 48. Единственный в области одновременно удостоился звания почетного гражданина Бузулука и Бузулукского района. Но даже на пенсии Георгий Мухунов продолжает трудиться. Возглавляет несколько общественных объединений, выпускает книги. А еще в свои 90-е он активно занимается спортом. Секреты долголетия и неиссякаемой энергии прославленного оренбуржца узнала Анастасия Матвеева. Запись интервью прерывается из-за десятков звонков. Родные, друзья, бывшие коллеги и первые лица области. С 90-летним юбилеем героя социалистического труда поздравляет и лично губернатор. Спасибо вам огромное, Юрий Александрович. Георгий Мухунов родился в крестьянской семье. Признается о том, что значит трудиться узнал с раннего детства. С шести лет я помню кнут таскал, за овцами бегал. И за эти два года настолько набегал, что надоело бегать. Скорей бы в школу, скорее, скорее. Я с огромным желанием пошел в школу. Он отлично учился, получил высшее образование. Был направлен в Александровский район на должность главного агронома. В первый день 20-летний Георгий знакомился с коллективом. Именно тогда он узнал бухгалтера Шуру Лаврищеву. И вы знаете, меня как колыбнуло. Я вижу перед собой красивейшее создание. Улыбка, глаза, смелый взгляд, озорное даже сказать. Незнакомый человек, она вот такая открытая. И настолько мне она понравилась, я влюбился сразу с ней до беспредела. Тогда Георгий Мухунов не знал, что эта удивительная девушка станет его женой. С Александрой Сергеевной они прожили 65 лет. Любив всей своей жизни, в этом году он посвятил книгу «Шурочка – это история преодолений и рабочих успехов». О том, как на два года Георгия Александровича отправили учиться в высшую партийную школу при ЦК КПСС. Дома его ждали супруга и двое маленьких сыновей. После учебы в Москве предлагали там остаться. Но меня тянуло к земле. Москва меня не притянула. После должность первого секретаря горкома партии при Мухунове Бузулукский район процветал. В западной столице области появилась больница, железнодорожный и автовокзал, был построен хлебзавод. Котельные переводились с мазута на газ. В районе появлялись новые дороги. Эти заслуги отметили на государственном уровне. В 48 лет Георгию Мухунову присвоено звание Героя социалистического труда. Он – единственный в области человек, который является одновременно почетным жителем Бузулука и Бузулукского района. Его трудовая общественная деятельность отмечена высокими государственными наградами. Когда перечисляются ордена легендарного оренбуржца, зал аплодирует стоя. Георгия Мухунова чествует здание и правительство области. В день юбилея указом губернатора ветерану вручается и высшая награда региона. За активную общественную деятельность и в связи с юбилеем наградить почетной грамотой Оренбургской области председателя областной общественной организации Совет Героев Оренбуржья Мухунова Георгия Александровича. Губернатор области Георгий Александрович Берг. Те, кто хорошо знают Георгия Мухунова, говорят, он всегда отдавал себя работе, трудился на благо области и ради всех жителей региона. Я видел, какой усталый отец приходил домой. Наверное, никто его не видел, кроме вот нас, какой он был усталый. Пахал он, конечно, здорово. И трудягой он остается и до сегодняшнего дня, несмотря на то, что возраст уже приличный. Он много ходит пешком, много занимается спортом. Зимой бегает на лыжах. Георгий Александрович показывает свой спортивный уголок. Держать себя в тонусе помогают регулярные занятия, признается юбиляр. Неделю два-три раза я тут вот позанимаюсь. Каждый день и не получается иногда. А вот через день, через два. Иногда вот не поколошматишь грушу, и вроде бы уже скучно становится. Побью подеручнее, вроде бы как-то, значит, вот тонус поднимается. В свои 90 он не перестает трудиться. Даже на пенсии возглавляет несколько общественных организаций. Работу он совмещает с творчеством. Пишет стихи, выпускает книги. Георгий Мухунов – пример не только для своей семьи, но и для всей области. Анастасия Матвеева, Георгий Бурлутский, Роман Боричев. Итоги недели. На этой неделе в Оренбургской области стартовала акция «Георгиевская ленточка». По традиции она продлится вплоть до 9 мая. Символ Победы можно будет получить в Оренбурге на трех площадках. На проспекте Победы, неподалеку от мемориального комплекса «Вечный огонь», в выставочном комплексе «Салют Победа» и в национальной деревне. Со вторника волонтеры и в других городах и районных центрах раздают георгиевские ленточки всем желающим. Жестких норм, как закрепить и правильно носить памятный знак, нет. Но организаторы просят относиться к символу Победы с уважением. Не повязывать на машины и сумки, а также не использовать в качестве украшения в прическах. Уже подготовлена соответствующая памятка с рекомендациями. Брошюры вместе с георгиевской ленточкой раздают в Оренбурге Орские Бузулуки. Подготовка ко Дню Победы набирает обороты и на нашем канале. ОРТ продолжает читать о войне. Уникальный проект «Читаем и чтим» стартует в преддверии 9 мая. Сотни оренбуржцев уже поделились своим взглядом на Победу. Уже четвертый сезон. Акция объединяет оренбуржцев в одном порыве. Сказать спасибо тем, кто подарил нам Победу. В этом году впервые прозвучат стихотворения на национальных языках народов нашего региона. Чем еще четвертый сезон будет отличаться от предыдущих? И что осталось за кадром самого патриотичного проекта на областном телевидении? Подробности в материале Алины Волоховой. Самый эмоциональный проект областного телевидения. Акция, ставшая по-настоящему народной. Четыре года, почти две сотни стихотворений. Люди разных поколений, взглядов и религий. Но всех их объединяет одно – гордость за подвиг своих отцов. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и подымались снова, впервые защищая наяву и честь свою. В буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. Великая Победа – победа общая. Четвертый сезон стал особенным для проекта «Читаем и чтим». В этом году впервые прозвучат стихи о войне на родных языках народов Оренбуржья. Мелодия родной речи. Каждое слово, как крик целого народа. В каждом произведении боль прошлого и гармония настоящего. Десять разных языков и культур. Армянский, азербайджанский, татарский, белорусский и украинский. Жезира Жепарбергенова прочитала стихотворение на казахском языке. Женщина признается, что родная речь стала звучать все реже. И так важно именно сегодня сделать все, чтобы сохранить культуру разных национальностей. Эта война касалась всех народов мира, мне кажется. Все национальности участвовали в этой войне. А стихотворение, как война началась, как она заканчивалась и про ветеранов. Среди участников акции те, кто уже не первый год становятся частью телевизионной команды. Константин Ерофеев уже второй год принимает участие в проекте «Читаем и чтим». На этот раз стихи о войне звучат на родном чувашском языке. Наша страна всегда была богата именно на языки разных народов, народов России. И вот такие проекты, которые сейчас случились, они очень важны, потому что они оставляют пространство. Где можно это использовать, где можно услышать этот язык. Мне кажется, что это такой маленький шаг к большому-большому делу, когда мы все вместе, наверное, все-таки придумаем в России, как нам сделать так, чтобы каждый россиянин знал не только русский язык, но и еще один язык своего соседа. «Читаем и чтим» в эфире уже четыре года. Автор идеи, известный Оренбургской теле и радиоведущая Софья Ковалевская. Первый год любимые произведения о войне прочли сотрудники ОРТ. Журналисты, операторы, режиссеры, они дали старт масштабному поэтическому проекту. Ты должна, ведь нельзя притворяться пред собой, что не слышишь в ночи, как почти безнадежно. Сестрица, кто-то там под обстрелом кричит. Спустя год к проекту присоединяются политики и общественные деятели. Строгие кабинеты сменились телевизионными декорациями. Один на один со зрителем они рассказывают о своих чувствах при слове «война». Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так хоть этой крохотной потерей дотянулась до нее война. А уже в 2017 году проект стал по-настоящему народным. Желающих было столько, что руководство канала принимает решение выйти за пределы телевизионных стен. Мобильная студия ОРТ работала в самом центре Оренбурга. Пять часов и десятки тех, кто пришел сказать свое спасибо ветеранам. И что самое главное, что удивило больше всего, что рассказывали и ребята, и те, кто постарше, даже не о той далекой войне, о тех событиях, а о своей семье, о своем дедушке, о своем прадедушке. То есть, по сути, это не история, не только история большой страны, но история каждого лично. Свою историю в эфире нашего телеканала рассказала и Ксения Сидорова. За судьбой этой хрупкой и талантливой девочки ОРТ следит уже давно. Два года назад в этой студии сбылась мечта ребенка. Неравнодушные телезрители подарили ей возможность побывать на новогодней елке в Кремле. А уже сейчас Ксюша делает подарок для всех оренбуржцев. В эфире нашего телеканала девочка читает авторское стихотворение «Мой прадед воевал». «Мой отец рассказывал не раз. Я его запомнила рассказ. Его своим я детям передам, как дань тем героическим годам, когда в защиту мира и страны жизнь отдавали родины сны». Она совершенно не боится камер. Рядом мама, которая заботливо помогает Ксюше перед записью. Девочка пишет стихи уже несколько лет. Не раз становилась лауреатом престижных конкурсов. Но признается, что стихи о войне читать особенно волнительно. Рассказы о моем прадеде настолько меня поразили, что вот эти мои впечатления и моя гордость за то, что у нас в семье есть такой человек, вылилось в это стихотворение. В планах Ксюши издать авторский поэтический сборник. Проект «Читаем и чтим» стал площадкой для многих мастеров слова. Среди них и актеры татарского драматического театра. Мустай Карим, Ильгизар Фазлулин и, конечно же, Муса Джалиль. Поэтические символы народа звучат на родном языке. Уже после Марсель признается, как непросто скрыть волнение перед камерой. Даже для тех, кто ежедневно выходит на сцену, чтобы рассказать зрителям о своих чувствах. Новые чувства внутри возникают, эмоции, а запись – это то, что ты делаешь в данный момент, в данное время, и уже ничего нельзя изменить. Это вот здесь и сейчас. И пока взрослые волнуются, есть те, кто обаятелен своей непосредственностью. Маленький Оренбурж со занимают особое место в истории проекта «Читаем и чтим». В этом сезоне самым юным участником стал Азад Ищанов. Для него даже пришлось организовать импровизированную сцену. А четырехлетний Артур Аль-Мухаммедов настолько впечатлил своим детским, но очень точным пониманием темы, что слез не стеснялся скрывать уже никто. Папа, ты вернешься не в режимы, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький колобочек мой родимый, знаешь, в правду скоро Новый год. «Читаем и чтим» не зря называют самым эмоциональным проектом областного телевидения. Не раз приходилось даже останавливать запись. Чувства настолько переполняли участников, что нужен был перерыв. И это еще раз доказывает, что тема Великой Отечественной войны была и будет для нашего народа особенной. Увидеть и услышать на разных языках взгляд оренбуржцев на войну можно в эфире ОРТ. Новый сезон стартует уже в мае. Алина Волохова, Анна Втюрина, Владислав Горбунов. Итоги недели. Это еще не вся картина событий минувшей недели. Продолжим совсем скоро. Не переключайтесь. Поболит и не перестанет. Почему в школьной медицине требуется перезагрузка? Как только подсохло, дорога опять накатана, куча мусора. Острая экологическая проблема. Стихийные свалки ликвидируют, но народная тропа к ним не зарастает, что изменит новое законодательство. Нужно ли возвращать медиков в детские сады и школы? На неделе в Оренбурге обсуждался острый вопрос, который волнует всех родителей. Как восстановить школьную медицину? Последние данные Роспотребнадзора подтверждают, к охране детского здоровья нужно подходить по-новому. Абсолютно здоровых детей сегодня лишь десятая часть. А хронические заболевания есть у 60% старшеклассников. Будут ли в Оренбургских школах работать врачи? И какие обязанности на них в итоге возложат? Ответы на эти вопросы искала Елена Давыдова. К сожалению, в последнее время все больше сообщений о том, что в школе происходят несчастные случаи и гибнут дети. Иногда из-за того, что некому было оказать первую помощь. Или в школе не знали о тяжелых недугах своих учеников. По статистике, в Оренбургской области более 50% детей имеют первую группу здоровья. Более 33% ученикам диагностирована вторая. А остальные ученики с хроническими заболеваниями стоят на учете у специалистов. В структуре заболеваний первое место стабильно занимают болезни глаза и его придаточного аппарата 21%. На втором месте болезни органов пищеварения практически 16%. На третьем месте болезни эндокринной системы 12,6% от зарегистрированных заболеваний. Я сидела на русском и у меня заболел живот. Мне пришлось идти до больницы, но у меня сильно болел живот. И лучше, чтобы он был в школе. Голова болела иногда резко. Отпросился учителя, пошел в больницу, мне там дали таблетку. Пришел в школу, сидел на уроке. В Александровской средней школе Грачевского района медицинского кабинета нет. Учреждением заключен договор на оказание помощи с центральной районной больницы. Ученики и учителя проходят в ЦРБ медосмотр. А прививки и первую помощь детям оказывает фельдшер в местном ФАПе. И несмотря на то, что фельдшерский пункт находится рядом со школы, руководство учебного заведения в любой момент готово предоставить медицинскому кабинету помещение в здании на выбор. От самого маленького кабинета до большого, в котором можно организовать даже изолятор. В том плане, что он оборудован должен быть. И медицинский работник, придя для снятия пробы питания, мог осмотреть. Либо принять детей перед началом занятия, осмотреть первоначально. Для того, чтобы дети не ходили сами в ФАП, кабинет должен быть. А в этом дошкольном учреждении с большим количеством детей разных возрастов медицинский кабинет сохранился и работает. Такой, как он должен быть в идеале. То есть с прививочной, а значит можно делать прививки манипуляции, изолятором и кабинетом приема врача. Я делаю прививки детям. Здесь хранятся бакпрепараты в этом холодильнике. Все промотки ровные. Специалисты сетуют. Медикам в школе и детском саду оставили только контроль за состоянием детского коллектива. Следят за картами прививок, обеспечивают выполнение санитарных и гигиенических норм, соблюдение режима питания. А сделать укол, поставить градусник или дать таблетку заболевшему ребенку медицинскому работнику в образовательном учреждении сейчас не разрешено. Как нет возможности у директора школы узнать данные о состоянии здоровья и диагнозе учеников, а значит выбрать для него учебную и физическую нагрузку. Медицинская сестра подчиняется руководителю медицинского учреждения. Образовательным учреждением руководит директор детского садика. Вот информация о уровне состояния здоровья детей, заболеваемости, текущей, острой, хронической, должна быть у руководителя образовательного учреждения для того, чтобы правильно выстраивать режим питания, игры, образования детей. Избежать трагических последствий со здоровьем учеников поможет концепция медицинской помощи школьникам. Над ее созданием сейчас работают депутаты законодательного собрания, региональное министерство, ведущие медицинские вузы. Рабочие группы разрабатывают функционал школьного доктора. По словам проректора Оренбургского медицинского университета Игоря Зорина, школьным доктором все-таки должен быть врач-педиатр, а не гигиенист, как настаивает Минздрав. Школьный бакалавр обязан будет пройти четырехмесячные курсы после вузовской подготовки, чтобы иметь необходимые знания и навыки контроля за жизнью ребенка в школе. Мы должны стремиться к школе здоровья, под которой мы понимаем учреждения образования, где наряду с процессом обучения на основе новых педагогических технологий осуществляется осознанное педагогами, медицинскими работниками, родителями при активном участии детей в формировании культуры здоровья как состояние физического, психического и нравственного комфорта. Планируется, что в каждой школе постоянно будет находиться и медицинская сестра, причем не только в учебные часы, но и во время продленки или спортивных соревнований. Результатом функционирования рабочих групп станет региональная целевая программа и ее финансирование. Уже заявлено, что школьный доктор будет получать ничуть не меньше участкового врача, потому что сложилась ситуация, когда педагоги отказываются брать на себя ответственность за здоровье детей. Его обязаны будут обеспечить школьные врачи, и Минздрав с этим согласился. Елена Давыдова, Роман Боричев, Семен Воробьев. Итоги недели. В этот четверг в России вспоминали жертв взрыва на Чернобыльской АЭС. 32 года назад случилась одна из самых страшных техногенных аварий в истории человечества. Ученые приходят к мнению, что взрыв на атомной электростанции был в 10 раз мощнее бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Более 2000 оренбуржцев ликвидировали последствия катастрофы. О людях, которые первыми приняли на себя лучевой удар и стали жертвой немирного атома. В материале Диляра Абусевой. Ночью 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС происходит взрыв. Он полностью разрушает реактор. Первыми на место катастрофы прибывают пожарные рабочие группы станции. С каждой минутой масштабы радиоактивного загрязнения растут. Эвакуация жителей начинается через 36 часов после взрыва. Через неделю ликвидировать последствия аварии едут со всего Советского Союза. Муж Татьяны Суздалевой в Чернобыль отправляется спустя год после аварии. Командировка длится 2,5 месяца. Ну, он приехал, рассказывал. Он говорит, мы жили в палатках в лесу. Потом на машине их довозили до какого-то пункта. Там они переодевались. А там он бегал на крышу, сломал. Я говорю, прибежим, пора растуну. И, может быть, чуть побольше. И все, и бегом назад. Ликвидатор работал на объекте не более двух минут. Но и этого хватило, чтобы получить облучение. После Чернобыля Георгий Суздалев вернулся в обычный рабочий ритм. Но последствия той командировки дали о себе знать. До Чернобыля у нас были молодые, здоровые. И, как говорится, все впереди. А после Чернобыля мы жили как бы на выживание. Постоянное лечение в больницах и санаториях не помогали восстановить организм. От лучевой болезни Георгий Суздалев скончался. Не выдержали напряжения ни люди, ни техника. Специалисты говорят, мощность радиации была настолько сильная, что даже японские роботы моментально выходили из строя. А новые машины рассыпались на глазах. Сегодня вся страна вспоминает тех, кто не выдержал муки лучевой болезни. В каждом городе, районе к памятникам жертв радиационных аварий несут цветы. А ликвидаторы рассказывают, насколько сильно изменила их жизнь Чернобыльская АЭС. 24-летнего новобранца Николая Юдакова в Чернобыль отправили сразу после взрыва. О том, что в Припяти случилась страшная техногенная авария, он не знал. Понял, когда приехал в упустевший город. Командировка длилась два месяца. Работали без выходных. Вспоминает, от радиации защищала лишь марлевая повязка. Убирали грунт зараженный, рыжий лес так называемый. Вывозили в могильнике технику зараженную. Работал в зоне номер три. На станции непосредственно снег чистили. Обычно, как комиссия с МАГАТЭ какая-нибудь, снегопады, снег вывозили с территории станции. Ликвидатор говорит, опасность была всегда и последствия оказались плачевны. Каждый день о Чернобыле Николаю Юдакову напоминают головные боли, ноющие спина и суставы. То есть это все очень серьезно. И даже сейчас, через столько лет, у нас часть территории, Брянская область и других областей, все равно она имеет радиацию. В Саренбургской области было направлено более полутора тысяч. Около половины мы уже потеряли. Сегодня ученые говорят, от взрыва на Чернобыльской АЭС пострадало 5 миллионов человек. Техногенная катастрофа навсегда изменила их жизнь. Одни нашли в себе силы продолжить профессиональную деятельность, другие с помощью медиков до сих пор борются с последствиями встречи с немирным атомом. Диляра Абусева, Семен Воробьев. Итоги недели. Более 700 стихийных свалок. Именно столько появилось только за минувший год на территории области. Большая часть уже ликвидирована. Однако на месте убранных свалок почти сразу появляются новые. Решить проблему призван региональный оператор. На этой неделе завершился конкурсный отбор и определена организация, которая займется наведением порядка в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Татьяна Кирдина узнала, что же такое территориальная схема. И как будут ликвидировать стихийные полигоны по-новому. И когда на территории области появятся мусороперерабатывающие заводы. Все подробности прямо сейчас. Этот участок, поле, которое люди превратили в свалку, находится между двумя загородными поселками. С одной стороны пригородной, с другой ростыши. Наша съемочная группа следит за этой ситуацией уже давно. Мы выезжаем на место вместе с администрацией сельсовета в третий раз. И картины всякий раз очень показательно. Для того, чтобы прикрыть доступ к этой свалке, здесь даже были перекопаны подъездные пути. Однако люди нашли выход и проложили дорогу через поле. А сейчас и вовсе накатали другую. В том, что народная тропа сюда не зарастает, мы смогли убедиться не только косвенно по тому количеству мусора, который уже навален, но и прямо. На наших глазах, со стороны пригородного, сюда направляется мусоровоз. Но в последний момент водитель передумал. А со стороны ростыши мчится легковушка с лопатами на крыше. И тоже, увидев съемочную группу, меняет направление. И таких клиентов у свалки много. Как говорит начальник отдела ЖКХ сельсовета, их никто и ничто не останавливает. Даже представитель местной власти. Что значит поймать машину, грузовик? Я в прошлом году останавливал, преграждал дорогу. Но этот грузовик, он сидит в машине, не вылазит и пытается объехать меня любыми путями. Нива. Андрей Лаптев напоминает, что каждый год с этого стихийного полигона приходится вывозить тонны мусора. А мусора не становится меньше. Просто сизифов труд для коммунальщиков. Местным властям даже пришлось заключать договор с охранным предприятием. Его сотрудники периодически курсируют по территории, пытаются оградить свалку от непрошенных клиентов. Но даже охрана не останавливает оренбуржца, которые вместо того, чтобы отвезти пакеты к мусорному баку, бросают их прямо здесь. Не смущает даже тот факт, что рядом находится скважина воды. Мы начали обслуживать забор пригородный чуть более года и столкнулись на самом деле с проблемой с тем, что во втором пойте санитарная охрана размещается, точнее, но не санитарная свалка. Первый пояс, который санитарный, он, как и положено, огражден. В принципе, мы у себя, во-первых, проводим производственный контроль. Это на источнике, в распределительных сетях происходит обеззараживание. И подобное происходит в каждом муниципалитете. Только в прошлом году было обнаружено 700 стихийных свалок. Большая часть ликвидирована. Но почивать на лаврах не приходится. Кучи мусора вырастают снова. И происходит это не только за территориями населенных пунктов, но и в самих городах, районах и селах. И мусорит не кто-то, а сами жители. Ситуацию призван изменить законно в обращении с твердыми бытовыми отходами. Согласно последним изменениям, в каждом регионе должна быть разработана территориальная схема. Согласно документу, местные власти обязаны определить число официальных полигонов, их размещение, выбрать регионального оператора и в завершение всего построить мусороперерабатывающие заводы. Но это только часть того, что обозначено в документе объемов полторы тысячи страниц. Такая работа в Оренбургской области уже началась. На этой неделе завершился конкурс по выбору регионального оператора. Мусором на территории региона займется компания ООО «Природа». К 1 июля рекоператор должен будет разработать единый тариф на свои услуги. Изменения коснутся не только жителей городов, но и всех населенных пунктов. В селах жителей также обяжут платить за вывоз мусора. Региональный оператор будет, прежде чем оказать услугу, должен будет закрепить места дислокации контейнерных площадок, установить мусорные баки. Здесь будет тоже приниматься решение, либо это бестарный будет вывоз, либо тарный вывоз. То есть определиться между несколькими поселками, в соответствии с территориальной схемой, это складирование, потом, может быть, трамбовка будет и перевозка на один из 11 полигонов, которые есть в территориальной схеме. Заработать полную мощь и приступить к уборке территории области региональный оператор должен не позже 1 января 2019 года. Уже сейчас, согласно территориальной схеме, область разделена на 9 кластеров, в которых действует 11 полигонов твердых коммунальных отходов. В перспективе на каждом полигоне должен появиться сортировочный комплекс, а в дальнейшем построены так необходимые мусороперерабатывающие заводы. В территориальной схеме предусматривается строительство двух крупных мусороперерабатывающих комплексов, которые объединяют в себе и сортировку, и завод по выработке вторичного топлива, а также в части своей энергетический комплекс для использования вторичного топлива, либо оборудование для дальнейшей его переработки или поставки конечным потребителям. Насколько повысится тариф на лвоз мусора, пока неизвестно. Сегодня Оренбургцы оплачивают эту услугу в зависимости от метража. От 2 рублей 30 копеек до 4 рублей в месяц за квадратный метр. После 1 июля департаментом по тарифам будут утверждены цены, предложенные региональным оператором по вывозу и утилизации бытовых отходов. Сформировать их заоблачными не получится. Действуют предельные индексы, а в расчетных квитанциях за коммунальные услуги появится отдельная строка. На сегодняшний день у нас плата за вывоз ТБО включена в жилищную услугу. То есть граждане, проживающие в многоквартирных домах, оплачивают данную услугу с квадратного метра. После 1 января, если приступит региональный оператор по вывозу ТКО, плата из жилого помещения будет переведена в состав коммунальной услуги. И начисление будет проводиться не с квадратного метра, а с человека. Ожидается, что после майских праздничных дней в Оренбургской области официально будет представлен региональный оператор. В правительстве говорят, что новая структура позволит централизованно решить мусорную проблему региона. Но без желания самих жителей ничего не может измениться в лучшую сторону. Если люди продолжат мусорить там, где живут, ситуацию удастся переломить с великим трудом. Татьяна Кирдина, Георгий Бурлутский, Роман Боричев. Итоги недели. Такими увидели эти 7 дней наши корреспонденты. Но впереди у нас необычно короткая рабочая неделя. Выходные продлятся еще 3 дня. А в череде грядущих праздников особая дата. Завтра юбилей отмечает областной центр. В день 275-й годовщины Оренбурга для горожан и гостей приготовлено немало сюрпризов. Отдыхайте и проводите эти выходные с пользой. Но вновь вернуться к сюжетам выпуска вы всегда сможете на нашем официальном сайте media56.ru. Здесь же в круглосуточном режиме онлайн вещание нашего эфира. Хорошего вам вечера и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok